Всем привет! Мы находимся в студии Радио Хит о декоре, о красоте, об интересном. Прямо сейчас с вами Ангелина Хитарянко. Начинаем! Кто-то играет в шахматы, а кто-то в домино. Аксения Главицкая читает книги и о самых лучших рассказывает нам в своей рубрике книги. Всем привет! Это Главицкая. На экраны уже вышла экранизация. И сегодня я расскажу вам о книге-первоисточнике. Я имею в виду «Бегущий в лабиринте. Часть третью. Лекарство от смерти» Джеймса Дэшнера от книги Далит Старше 16 лет. Ужасы лабиринта и испепеляющей жаровни уже подошли к концу. Но какие испытания еще грозят нашим героям? Выведов планы пророка, Томас снова должен столкнуться со злом, чтобы помочь себе и своим друзьям. Вместе со своими участниками команды и союзниками он отправляется в последний город на Земле для того, чтобы отыскать недостающие части головоломки. От ее разгадки зависит выживание всего человечества. Приключения «Бегущих ради жизни» продолжаются. Поскольку наши герои так и не нашли лекарства от вспышки, их борьба, выживание и сопротивление продолжаются. Но, к сожалению, немногие дойдут до конца. События книги начинаются с того, что Томас открывает глаза и не видит ничего. Он в комнате один, и ему только через щель приносят еду и не более. Так проходят месяцы, и Томас все время в раздумьях. Кто же это сделал? И что он скажет тем, кто его заточил, когда они откроют дверь? И вот дверь открывается, и кого же видит Томас? Это вы узнаете из книги. Третья часть «Бегущего в лабирите» – книга довольно интересная. Там есть и экшен, и интересные детали, и развитие сюжета. Вторая часть «Испытание огнем» по сравнению с этой книгой кажется более сумбурной, нелогичной и очень скомканной. Можно даже так сказать, что «Лекарство от смерти» неожиданно спасло весь цикл. Можно за смелостью сказать, что история нашла свое логическое завершение. Действие следует за действием, событие за событием, и клубок все более запутывается. И если во второй книге у вас будут возникать вопросы, кто друг, кто враг, кому доверять, что происходит, в чем дело, то в третьей книге вы найдете ответы на все эти вопросы. Как итог, читайте эта книга мега легко и бодро. Теперь Глейдеры не те послушные подростки, которыми они были в начале серии. Теперь они настоящие звери-машины, в которых их превратил пророк. И этому пророку теперь придется столкнуться со своим же собственным оружием. Вам может показаться, что изначально автор придумывал одни события, а написал о других. И в последний момент он передумывает. Но не стоит переоценивать эту книгу, ведь по сути она целый мир. С вами была Главицкая. До новых книг. Мир гаджетов так и манит, опьяняет и дурманит. Высокие технологии все плотнее входят в нашу жизнь. Обзор этих самых технологий со статусом «высокий» прямо сейчас с Митрием Страстенко в нашей рубрике «Нои гаджеты». Всем привет! На работе мы проводим значительную часть своего времени, где-то в среднем 10 лет своей жизни. И какие гаджеты помогут провести это время с максимальным комфортом, сейчас узнаем. Попадались ли вам коллеги, которые любят настукивать пальцами какую-то мелодию или периодически грызть ручку? Таким людям по-любому не хватает движения, либо они от природы нервозны. Специально для таких сотрудников и созданы антистресс-игрушки. Например, фиджет-куб. На миниатюрной модели находятся кнопки, переключатели и даже металлический шарик, которым можно вращать. Гаджет помогает сосредоточиться на текущих задачах, перестать раздражать коллег и просто развлечься. Идеальный подарок для всех, кто хочет успокоить нервы. Еще один раздражитель на работе – бесконечные провода, разветвители, адаптеры. Подобраться к разъему иногда бывает той, как непросто. Следующий гаджет остановит кровопролитную борьбу за розетку, чтобы та не стала сюжетом для «Игры престолов». Светлые умы придумали оригинальный модульный адаптер. Гаджет можно свободно прикрепить с помощью липучки. Тут вам USB-порты, несколько разъемов и весьма симпатичный дизайн. Кубики продаются с удлинителем и без, так что стоит запастись целой семейкой адаптеров. Ни один любитель гаджетов не может жить вдали от розетки слишком долго, а поскольку на электрическую иглу подсажены все без исключения, стоит запастись хотя бы одним внешним аккумулятором. Благо сегодня подобного добра хоть завались. А вот беспроводные зарядные устройства только входят в мейнстрим, поэтому вы можете легко выделиться из толпы в офисе или дома, закупившись подобным гаджетом. Конечно, только в том случае, если ваш смартфон поддерживает технологию. Такая зарядка работает, по сути, прямо из коробки, а заодно избавляет от постоянной возни с проводами. Правда, цена кусается. Стоимость аксессуаров стартует от 4000 рублей. Сколько раз мы мечтали о кровати, будь то на работе или в пути. С этой дорожной подушкой наши грезы могут стать реальностью. Смекалистые изобретатели придумали очередной нестандартный шедевр, который позволит выспаться в любом месте. Надувная подушка портативная и весит всего лишь несколько сотен граммов. Можно потихоньку принести уютного друга в офис, чтобы изредка баловать себя сиестой. Степа, у тебя все в порядке? Ну и будем честны с собой. Каждый грешит тем, что любит за рабочим столом подточить какую-нибудь вкуснятину. Специально для поклонников Звездных войн, а также блюстителей чистоты, разработан вакуумный робот-уборщик. Гаджет готов прибраться там, где припаркован ноутбук или рабочий комп. Если оригинальный R2-D2 помогал спасать далекую-далекую галактику, то его миниатюрный брат-близнец примерит на себя роль домохозяйки. А напоследок вот вам умный гаджет-напоминалка. Он позаботится о вашей осанке. Фокус в том, что устройство запоминает правильное положение тела, после чего каждый раз дает о себе знать легкой вибрацией, если владелец скривил спину. Интервал напоминаний настраивается индивидуально. Также гаджет работает как шагомер и счетчик калорий. В наличии сопутствующие приложения для телефона. Получается идеальный гаджет для тех, кому важна своя осанка и фигура. В общем, комфорт комфортом, работать тоже не забывайте. Пока-пока. Секрет отличного селфи в идеальном макияже, таком, как сделала для меня Светлана Безрукова. Прямо сейчас обзор Инстаграм вместе с Антониной Сатаровой. Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки накидали в социальную сеть Инстаграм на минувшей неделе. Новогодние праздники забыты, и тема елок уже не актуальна. Но мимо такого экземпляра мы не смогли пройти мимо. Автор фото похвалилась весьма необычной елкой, сделанной из автомобильных шин со звездой из литого диска. Даже в мороз в заснеженном Орске можно найти райский уголок. Следующий пост именно об этом. Арчанка выложила в сеть вот такую странную картину. Пальмы, торчащие прямо из снега. Жаль, но создатель этого экзотического парка неизвестен. Помните то время, когда в Орске работал комбинат «Юж-Урал-Никель»? Тогда в Орске иногда выпадал красный снег. Никель закрыли, а проблемы с экологией в городе остались. Поменялся только цвет загрязняющих веществ. Пылюка. Ничего не видать. Дышать нечем. На зубах скрипит песок. В следующей части обзора, которую назвали «Извне», мы рассказываем о видеороликах, которые заслужили внимание тысяч пользователей всего мира. Танцующий вместе с пациентками акушер-гинеколог Фернандо Гудес из Бразилии взорвал Инстаграм. Под каждым своим видео он набирает более 100 тысяч просмотров. Врач убежден, что такого рода физическая активность облегчает боль во время родов. При этом им используется совершенно разная музыка и разные стили танцев. Но большинство из них обязательно зажигательные. В сенте появилось видео, на кадрах которого один из жителей Казахстана ныряет в глубь проруби в минус 40 градусов. Пожилой мужчина делает все без сомнений и страха. Более того, со дна озера дедушка умудрился достать крупного жука-плавунца. С мельчака на видео зовут Федор. Кого? Это там, под землей? Да, ну что, почему? Нифига. На этом все, друзья. Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом «Орск.руобзор». Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт «Орск.ру» и на телевидение. Удачных вам снимков! Всем пока! Последнее время часто бывает в кино. Иногда это хорошие фильмы, а иногда не очень. Чтобы не ошибиться, как я, смотрите рубрику «Что посмотреть с Виталием Морозовым». Всем привет! Меня зовут Виталий Морозов. Сегодня мы с вами поговорим о криминальном боевике под названием «Великий уравнитель». Итак? Не знаю. Просто хотелось поговорить с хорошим человеком. А не с этими психами. Ясно. Я Терри. Боб. Фильм с участием добротного актера Дензела Вашингтона до недавнего времени. Не сменяющего амплуа актера и не сменяющего амплуа персонажа, который борется со злом и восстанавливает справедливость. Но и в то же время именно «Великий уравнитель» можно считать апофеозом в карьере Вашингтона, как в фильмах такого жанра. В этом фильме Вашингтон играет бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола, который, будучи в отставке, продолжает помогать людям и наказывать зло. Правда, не в тех масштабах, как прежде, но однажды случай свел его с ночной бабочкой по имени Терри, роль которой исполняет Хлоя Мороз. Она находилась под контролем мафии, однако Маккол вступился за нее и дал ей свободу, чем навлек на себя гнев не только преступных элементов, но и коррумпированных чиновников. Теперь Макколу придется самостоятельно искать правосудие. И поверьте, у него все получится, ведь он – великий уравнитель. Фильм, собравший неплохую кассу в американском и мировом прокате, пришелся по душе критикам и любителям жанра. В этой связи киноманы, конечно, вспомнили Лиама Нисона в фильме «Заложница» и отметили хорошую постановку боевых сцен. Что касается сценария сюжета фильма, то здесь есть провалы и нестыковки, однако на фоне ярких действий персонажа Вашингтона они практически незаметны. Итак, фильм «Великий уравнитель» Дензел Вашингтон в главной роли, режиссер Антуан Фукуа 2014 года, выпуска. Приятного вам просмотра. Он уже поймал рыбу? Твоя книга? О, да, поймал. Значит, хэппи-энд, да? Не совсем. Старик поддался искушению, хотя давно надо было покончить с этим. Почему же он просто не отпустил ее? Потому что таков этот старик, и такова эта рыба. Ты такой, какой есть. Такова жизнь. Старик, раньше тебе не приходилось страдать такой фигней, а? Это точно. Спешишь мой долг, когда закончишь. А ну, открывай кассу, живо. Ты отдай мне кольцо. Нет, оно мамино. Прошу вас. Все хорошо, Дженни. О чем сейчас читаешь? На рыцаре в сияющих доспехах, который живет в мире, где больше нет рыцарей. Мое кольцо. Ты можешь быть, кем захочешь, изменить свой мир. Я обещал себе, что больше никогда не буду этим заниматься. Но когда я вижу, что с моими знакомыми поступают несправедливо, я не могу бездействовать. Я здесь из-за девушки. 16 секунд. 19 секунд. Ты убил не сутенеров. Ты вывел из игры основной костяк мафии Восточного побережья. Этот парень профессионал. Я хочу знать, кто он на самом деле. Он не остановится, пока не убьет всех, кто тебе дорого. В этом завершены важные вещи. Достаточно, потому что я могу продолжить. Кирпичик за кирпичиком, труп за трупом. Что ты видишь, когда смотришь на меня? А ты, когда смотришь на меня. Такая деталь, как красная юбка, я уже в душе эсмиральдом. Большое спасибо за этот образ. Магазин женской одежды и аксессуаров «Девушка» в универмаге на первом этаже они находятся. Ну а прямо сейчас о том, как украсить свой дом. Рубрика «Декор» вместе с Еленой Марченко. Всем привет! Я Елена Марченко и я декоратор. Сегодня я покажу вам вариант декора для стен. Если вы хотите сохранить свои воспоминания, но обычные примитивные фоторамки вам надоели, я вам покажу свой вариант. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вступайте в нашу группу «Хитарянка ВКонтакте» и будьте еще ближе. Спасибо, что были с нами все эти 15 минут. Меня зовут Ангелина. Увидимся уже на следующей неделе. Пока.